Ну а пока продолжаем рассказ о событиях дня. Сразу три спортсмена из нашего региона стали фигурантами крупных скандалов. Все подробности у Павла Марчукова. Новостью с пометкой «Молния» оказалось сообщение, что олимпийский чемпион Александр Зубков замешан в скандале. В применении запрещенных веществ легендарного спортсмена обвинил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Так, Григорий Родченков заявил, что нажмав слиз, наряду с еще 15 олимпийскими чемпионами, употребляли особые препараты перед сочинскими стартами. По словам Родченкова, он лично разработал три смеси запрещенных препаратов, которые подмешивал затем спортсменам в алкоголь. Мужчинам в виски, а женщинам в мартини. Кроме того, он утверждает, что сотрудники спецслужб подменяли допинг-пробы спортсменов. Ответ не заставил себя ждать. В агентстве ТАСС срочно была организована пресс-конференция, где фигурирующие в скандальном заявлении спортсмены высказали свое мнение. Для чего мне нужны те препараты, которые он перечислил, плюс алкоголь? Человек, который управляет и отвечает за жизнь людей. И все. Вопросов на этот ответ я просто считаю, что это обвинение, высказанное от него, не подкреплено никакими факторами, документами. Это просто, как правильно сказать, порочение мое имени в спорте, в мировой элите, которое я делал на протяжении более 15 лет. Я бы не был нигде замечен в направлении нарушения антидопинговой кампании. Эти же слова Александру теперь предстоит повторить и специалистам Всемирного антидопингового агентства. Ведомство проведет проверку по факту заявлений бывшего руководителя лаборатории. При этом допинговый скандал уже второй раз за год касается спортсменов нашего региона. Так, запрещенный мельдоний был обнаружен в крови у иркутского боксера Игоря Михалкина. В итоге, несмотря на всю спорность ситуации с этим препаратом, нашего спортсмена лишили титула чемпиона Европы и дисквалифицировали на два года. В то же время, эта неделя преподнесла Иркутской области и еще одну неприятную новость из мира спорта. На днях сотрудники Всероссийской Федерации Баскетбола установили, два игрока из клуба Иркут играли на тотализаторе и делали ставки, в том числе и на результаты матча своей команды. Это стало известно в ходе масштабной проверки. Там 24 человека, не только наши команды, поэтому от этого никто не застрахован. Но то, что я говорю, на нас такая тень легла, мы тут как руководство, мы никоим образом на эту ситуацию никак не можем повлиять. Повлиять можем уже только в дальнейшем. Мы уже думали о том, может быть, какой-то пункт контракта в дополнительном соглашении включать, ну, чтобы при подписании договора, ну, что он берет на себя ответственность. Почувствует груз ответственности баскетболисты уже сейчас. Дмитрия Арытенко дисквалифицировали на один сезон, а Евгения Калинина на три. Подобные истории не такие уж частые, хотя спортивных скандалов в регионе хватает. Это в основном на финансовой почве. На данный момент неясна судьба Ангары. Сегодня руководству должно было подать заявку для участия в следующем сезоне. Но представители клуба Федерацию волейбола страны не приехали из-за проблем с финансированием. Туманные перспективы у футбольного клуба «Байкал». Этот сезон команда еще доиграет, а вот следующий под большим вопросом. Чтобы заявиться во второй дивизион, нужно расплатиться со всеми долгами, а они тянутся аж с прошлого года. И если по всем счетам не заплатить в ближайшее время, то есть шанс, что регион потеряет профессиональную команду мастеров. После череды таких фактов непроизвольно напрашиваются не лучшие оценки о состоянии большого спорта в Иркутской области. Однако наши спортсмены всегда отличались огромной силой воли, упорством, и это приносило им победу на соревнованиях. Возможно, это же поможет преодолеть и все финансово скандальные трудности. Павел Марчуков, Сергей Полянский. Новости по будням.